Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем приводить в порядок ручки после домашней экзекуции над кутикулой. По форме выбор у нас невелик и было принято решение сделать форму мягкий квадрат. Нахожу самые короткие ноготь и выравниваю под него остальные. Допускается оставлять ноготь на среднем пальце немного длиннее, чем на указательном и безымянном, чтобы визуально он не казался слишком широким на их фоне. Перед маникюром слегка эпиливаю поверхность ногтя. Моя задача приподнять чешуйки и сделать ноготь матовым, а не спилить его. Пушером отодвигаю кутикулу и немного раскрываю под кутикульный карман. От регулярного домашнего маникюра с кусачками кожа стала плотной и кутикула нарастает в разы быстрее, чем могла бы. В общем, несмотря на старание клиентки, мне все равно есть, что попилить. Смело беру пламя с синей насечкой и ставлю скорость ближе к 15 тысячам оборотов. Диаметр фрезы 0,18. Работаю как обычно, сначала на форварде, затем переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. Не переключая режим аппарата, выворачиваю кутикулу для аппаратного среза. Люблю этот залипательный момент выворачивания кутикулы, и поэтому покажу его на двух пальчиках, чтобы вы смогли рассмотреть подробнее. Для качественного и легкого среза аппаратом самое главное – это хорошо подготовить и вывернуть ткань тик кутикулы. В таком случае аппаратный маникюр никогда не доставит вам хлопот в работе. Счищаю кутикулу с синим шариком 0,31 диаметра. Скорость примерно 5000 оборотов. Убираем пыль и маникюр готов. Вот так выглядит рука после полноценной профессиональной обработки. Переходим к покрытию. Наношу сначала кислотный праймер и даю ему полностью испариться. Затем наношу бескислотный праймер и даю ему примерно 30 секунд подсохнуть. Несмотря на то, что кожа достаточно беспроблемная в работе, ногти у этой девушки довольно капризные и далеко не каждый даже жесткий материал на них стоит. Поэтому в дело идут два праймера. Наношу базу Бьютик Смит тонким слоем на все ногти. Она будет служить нам подложкой для укрепления твердым гелем. А укреплять я буду красивенным гелем с шиммером от торговой марки Сота. Хоть такую красоту никто и не увидит под цветом, всегда есть шанс, что клиент передумает портить такую нежнятину и решит оставить так, тем самым облегчить мне жизнь. Шучу, конечно. Просто на тот момент на тесте я взяла только одну баночку. Эти адапт-базы очень порадовали меня и моих клиентов в носке. Они обладают сильными адгезивными свойствами и при этом невероятно жесткие. Но есть у этой прелести и недостатки. Она очень сильно печет в лампе и имеет довольно жидкую консистенцию. Хотя второе лично для меня скорее плюс, чем минус, так как работаю я быстро и не люблю густые гели. На безымянном пальчике нам захотелось добавить изюма. И этим изюмом стала втирка призма. На этот гель она садится отлично при помощи мягкой кисточки. Это тот случай, когда уже в процессе работы клиент начнет играться с переливами этой втирки. Поэтому советую сразу покрыть ее топом. Но перед покрытием топом следует пройти спилкой по торцам ногтей, где нанесена втирка, и сразу запечатать ее. Иначе она попросту может сколоться. Основным цветом стал белый. Здесь ничего сложного, если найти свой белый гель-лак. У меня от марки Sky. Пока это лучшее, что я нашла. При желании его можно уложить в один слой без проплешин на небольшом участке, например в педитюре. Но на руках я предпочитаю делать два тонких слоя. Каким-то образом я упустила и не заметила, что камера не сфокусировалась в момент покрытия топом. Но никакого секрета тут нет. Покрывала я, как обычно, топом без липкого слоя BeautyX Brilliant. Его вы уже неоднократно видели в моих видео. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Поддержите его лайком и пишите в комментарии, что вам хотелось бы видеть на моем канале. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok